Сегодня ночью на Гомельшине выпал снег, который в першине в этом году не растает практически сразу. Подаде на Гомельского областного центра по гидрометеорологии, наибольшая таушиня снежного покрова означена в Жлобине. Ранится и она складала 11 сантиметров. У Гомеля этой покажек был двоя меньше. И хоть надолго снег не затримается, и на этот раз уже в субботу шагаются плюсовые температуры. Для наших корреспондентов опадки стали подставой звернуться до специалистов с просьбой прокомментовать махчимы наступствы. Беснежная зима для Гомельской области не выключенна, хоть и часто и такую зъяву назвать снега. По великим рахунку, сгодно с заснуючими методиками разлику, соправдная зима у нас по куле еще и не наступала. Что тычется гетага снегу, при нулявой температуре ее надолго не затримается. Який будет надворье далей, спрагнозовать складаном. Кали мерковать подаденных шматгодовых виды назиранню, морозы еще могут вернуться. Последний раз подобная ситуация, похожая, наблюдалась зимой 2006-2007 года. Тогда устойчивый снежный покров образовался только 25 января, но он удерживался до 9 марта. Было еще несколько зим, когда не было устойчивого снежного покрова. То есть снег выпадал несколько раз на непродолжительное время. Это было в 1948 году, в 1958-1959, в 1972-1973, в 1973-1974, также зима 1994-1995 года. Вот, в общем-то, несколько случаев таких. Беснежная зима может нелепшим чином отбиться на рослинном и живельном свете. Подаденных российских ученых отсутность снегу проведе до зникнения комаров, для яких потребны водоемы сталага снегу. А гэта автоматично проведе до дефициту корму для птушек. Зато и тыж кляши прочнутся ранее извычайных. Что тычется рослин, то селета необходимо чакать вельми степлого урожаю черниц. Для сбоживых культур сегодняшний снег – это такая необходная для их вильгать, хоть и в невеликих померах. Вогули снег на палетках не перешкодзись, але перед опадками необходные неколький дзен с невеликими минусовыми температурами. В отворотном выпадку гэта може привести до хворобы рослин. У нас сейчас растения вошли в спячку, практически у нас не идет вегетация. Если у нас так зима, что называется, завершится без осадков, без отрицательных температур, и весной у нас, в первую очередь, сейчас для наших растений страшны – это весенние заморозки. Если у нас не будет таких страшных весенних заморозков, то растения нормально себя будут чувствовать. Уруб Гомель Энерго за ситуацией сошлись круглосуточно. У попередних годов были выпадки, коли налепание снегу на проводах створало надзвучайные ситуации, але сегодня линии працуют в штатном режиме. Зараз Гомель Энерго проводит их модернизацию. В поравнании со старыми проводами на новых снег практически не затримливается. На сегодняшний день процент изолированного провода составляет по РУП Гомель Энерго порядка 68%. Ну, если брать по аналитике, то мы растем до 10% в год, тем самым электроснабжение все-таки улучшается. Сгодная с информацией областного гидрометеоцентра, сегодняшний снег так само надолго не затримается. Уже в субботу температура поветра может повыситься до плюс 7 градусов. Олег Синцюров, Светлана Князева, Яугин Макеенко. Телерадио Компания Гомель.